Представители регионального отделения Русского географического общества подвели итоги работы за год. За это время состоялось 15 географических поисковых и краеведческих экспедиций. В них были задействованы около двух сотен ребят. Лето – лучшее время для изучения истории страны и края не по книгам, а на местности. Перспективы РГО еще более масштабные. Это совместный план Русского географического общества, Ивановского отделения и Владимирских отделений на предмет определения реального, экологического, рекреационного, исторического, этнографического состояния Юго-Востока Ивановской области, Северо-Востока Владимирской области с тем расчетом, чтобы в течение двух-трех лет подготовить весь необходимый материал и заявиться в реестр государства на создание природно-этнографического национального парка России. Конечно же, в следующем году будет продолжена воспитательная работа с подрастающим поколением. В ближайшее время начнется подготовка к масштабной поисковой экспедиции в селе Васильевское. Есть подтверждение, что на дне одного из водоемов находятся не только предметы старины, но и памятник Александру II. Однако на этом интересные проекты не заканчиваются. Мы здесь презентуем проект, который называется «Путешествие Мезозойской Оэро». Это как раз изучение мезозойских отложений возрастом от 250 до 50 миллионов лет. У нас программа рассчитана на 10 лет, на два этапа. Это как раз предполагает и изучение памятников мезозойских для последующих включения в реестр памятников природы. Ну и, естественно, изучение тех регионов, которые мы не изучили для пополнения нашей коллекции. По итогам работы Ивановское отделение Русского географического общества вошло в десятку лучших региональных отделений России. В РГО намерены держать высокую планку и дальше. В следующем году в нашей области планируется создавать вестник Русского географического общества. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.